Да, она написала, Наталья, добрый вечер, хочу поблагодарить вас, пастором Геннадием, за то, что были у вас как дома. Сегодня обустраиваемся в Черновцах, очень скучаем за церковью. Да, слава Богу, так что они переехали, я тоже потеряла их в прошлое воскресенье, слава Богу. Вы обратили внимание у нас картины, помните семью Шинюк, Вова и Наталья, они нам отправили вот эти картины, подарили, да, одну нам домой подарили и две в церковь. Знаете, когда они возвращались из Турции, они говорят, наш срок пребывания в Турции закончился, а в Украину мы пока не хотим въезжать, там какие-то праздники были национальные. И мы боимся, ну вдруг там будут какие-то дополнительные взрывы, я говорю, да без проблем, в церкви как раз комната освобождается. Если помните, мы им накрыли стол, сделали день рождения его, да, и он сказал, никогда в жизни нас никто не благословлял, обычно мы благословляем. Он даже расплакался вечером, и в итоге он нам выслал вот эти картины. И знаете, я хочу вас вдохновить, в Библии написано очень много гостеприимств. И знаете, написано, что принимая гостей, вы можете принять ангелов. И я хочу вас вдохновить, что, ну может быть, да, это неудобство, когда вы приглашаете гостей, особенно странников, да, или беженцев. Но через это мы получаем благословение, и мы можем получить ангелов. И знаете, я вообще хочу вот сказать, анализируя с февраля месяца, ну, может быть, маленькое такое наше церкви служение, когда мы стали принимать беженцев, я увидела, что многие приходят голодными. Я говорю, Геннадий, давай будем делать, ну, бутерброды, или, ну, кормить, потому что в отелях, видимо, плохо кормят, и они голодные, дети просто набрасываются на эти бутерброды. И вы знаете, слава Богу, ну, мы увидели, что расход у нас увеличился, но потом, вы знаете, Бог стал просто сторицей нам воздавать. Я поехала на БХТВ покупать еще одну видеокамеру, и нам выносят вот такие три коробки прошутто, мясо. Мы, по-моему, никак не можем его съесть. И, вы знаете, я вижу, у нас, например, мы стали вкладываться семьей тоже, благословлять, потому что, знаете, каждый раз принять семью, это поменять постельное белье, это помыть комнату, это приготовить им покушать. Спасибо Оксане, что она помогала. И это неудобство. Но я вижу, например, огромное благословение на этом. И на нашей семье, и на церкви в общем. Наверное, это продолжение к тому, что говорила Гульшара. Путь к благословению, это давать. Это давать. Хотите что-то получать, давайте. Это никак, я не предлагаю вам, как дашь на дашь, да? Но это просто законы. Это такие законы. Да, слава Богу. Да, может быть, еще кто-то хочет что-то засвидетельствовать, или сказать какие-то слова благодарности. Я хочу поблагодарить Наталью. Я сказала, Наташ, можешь закупать и делать бутерброды. И помимо того, что она в субботу печет пирожки, в воскресенье она приходит пораньше, несет, делает бутерброды, и она очень скромная, она тут же убегает. Поэтому, пока она не убежала, да, я ее хочу, да, к ней присоединилась Наталья Позвантова, поэтому, знаете, слава Богу. Слава Богу. Мы получим награды даже за вещи, которые мы не знаем. Которые, да, мы, может быть, даже не думаем, что это какое-то что-то там. Он скажет, знаете, я записал вот это, вот это, вот это, вот это. Потому что Богу приятно, когда мы делаем добрые дела. Большим добрые дела. Аминь. Аминь. Еще кто-нибудь хочет сказать? Всем привет. Привет, динамсички. Хотелось бы воздать славу Богу. Бехискал да воздам славу-то на Господь. У меня на следующей неделе день рождения. 25 лет исполняется. И меня до этого спрашивали за неделю, что бы я хотел на день рождения. И я вот так задумался. А что мне нужно? Я понял, что у меня все есть. И это действительно слава Богу. И на истинное слава на Господь. Потому что, когда я уверовал 4 года назад, у меня была нужда о будущем. Я не знал, что делать в будущем. И Господь чудесным образом показал мне, что делать. Потом в определенный момент, Скажем так, мои мечты, мои цели стали на первый план. А поиск Царства Божьего на второй план. И тогда у меня все рухнуло. Просто все обнулилось. И полтора года назад, когда у меня не было ничего, я сказал Богу, что я сдаюсь. Я отдаю все в его жизни, в его руки, всю свою жизнь. И пускай он рисует мою жизнь, то, как он видит. И вот за полтора года он кардинально поменял мою жизнь. У меня есть прекрасная жена. На следующий год мы ждем, будет ребенок. Есть машина. Есть новый телефон, новый ноутбук. Хорошая работа, которая... Жив-здоров. Семья жива-здорова. И все это благодаря нашему Богу, Иисусу Христу. За что я доверился, просто доверил свою жизнь ему. И он вот как художник просто рисовал мою жизнь, рисует мою жизнь. Поэтому я благодарен ему за все. Слава Иисусу Христу. И благодарен ему за всичку. Слава на Господу Иисусу Христу. Слава Богу. Еще кто-нибудь? Приветствую. Здраведительно всички. Не могла не засвидетельствовать, тем более пастор так призывал. Услышала объявление о Траздиасе. И понимаю, что я сейчас не могу. Но очень хочу, чтобы туда поехал мой сын. Но приехав сюда, он вообще не хотел ходить в церковь. О каких-то христианских собраниях я вообще молчу. И когда я прошла там на одну процедуру в Варне, девочка стала рассказывать, что в ее церковь нужен барабанщик. Но это не эта церковь. И я говорю, ну я скажу сыну, чтобы он загорелся хоть как-то. И, наверное, буду ходить, куда сын пойдет. Это важнее. Но мне это так не понравилось. Я говорю, Господи, я не хочу в другую церковь. Мне нравится, я здесь почувствовала, что я дома. Ну, о чем я свидетельствовала недавно. И думаю, наберусь наглости, смотрю, что нету постоянного барабанщика. Ну, и подошла, спросила у группы прославления, нужен ли они? Они говорят, нужен. Я говорю, ну вот. Говорю, сынок, куда я хожу, нужен барабанщик. Он говорит, да ты что, я обязательно приду. Он ожидает поиграть на барабанах. Ну, это как дополнительная услуга, но то, что он пришел сюда, это уже подарок. И когда, слава Господу, загорели на молодежке отраздейся, он говорит, я туда хочу. Я говорю, это уже слава Божья. Потом, конечно, я узнала, сколько он стоит. И я спустилась на землю. И понимаю, что я очень хочу. Но это очень дорого. Но мы приехали здесь у мужа работа, и это реально сейчас неподъемно. Но как свидетельствовала сестра, есть мягкий ковер, колени. Я всегда верна Богу в десетине, в приношениях. И я никогда не прохожу мимо чьей-то нужды, даже иногда непосильной. нужда на хората. И я говорю, Господь, но ты же сказал, хоть в этом меня проверьте. Я не знаю как, но ты должен устроить, чтобы мой ребенок поехал на Трис Диас. И прихожу на служение. И уйти вам на служение. И говорю Наташе, Наташа, я извиняюсь, но это очень дорого. И она говорит, ой, а я же забыла сказать, что беженцам сколько могут. И я аж расплакала сейчас. Потому что я вот приготовила определенную сумму. И как свидетельствовал пастор, за вот это я должна поехать. И я ее с легкостью отдала. И я благодарю Бога за это чудное свидетельство. И я верю, что там Бог исцелит моего сына. Мы в 11 лет обнаружили полную глухоту левого уха. Но он сейчас играет на двух музыкальных инструментах. Поэтому это просто нюанс, который придет время, и Бог уберет. Поэтому я Богу заявляю, что на этом Трис Диасе мой сын будет исцелен. Я ожидаю. Аминь. Слава Богу. Я чувствую, на Трис Диасе будет горячо. Кстати, Гульшара на Трис Диасе приехала. Там будет еще и весело. Вы уже чувствуете, да? Да. Еще есть несколько мест для кандидатов на Трис Диас, кто еще думает и не решил. Сестра тоже. Давайте мы вас поприветствуем. Лена, да? Вероника, извиняюсь. Давайте поприветствуем. Вы из Германии, да, приехали? Из Германии тоже приехала на Трис Диас. Я пришла в Германии. Что за Трис Диас? Да. Я думаю, что будет хорошо. У нас есть люди, которые первый раз пришли, да? И мы в Харакуитосаду шли за прыв. Вы первый раз? А, ты? Да, да, вас уже. Первый раз, да? Да. Представьтесь, как вас зовут? Анастасия. А вы уже были? Да. 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 Ну, видимо, меня не было. Бывает, что меня не бывает. Да. Мы приветствуем вас. Рады вас видеть. И у нас это еще не все. Вообще, Бог такой чудесный. Вы видели, да, вот эту вот всю аппаратуру? Она идет только к соло-гитару. И мы попросили брата Александра. Он, знаете, он рассказал одну вещь. Когда они делали первый Трис Диас в Израиле. Ну, не они, а, да, церковь, вот. Говорят, первый Трис Диас практически провалился. Первый Трис Диас все провали на полную. Говорят, потому что вообще другое мышление. Приехали с Южной Кореи, ну, южаки-корейцы. И второй Трис Диас приехал, он со своей группой. И говорит, мы включили еврейские песни. Ну, и все, они все подскочили, стулья убрали, начали танцевать, и Трис Диас удался. Да, и мы, пользуясь моментом, попросили тоже исполнить несколько песен. Не возражаете? Давайте мы поприветствуем Александра. Пастер Александр.